Сохранить веру и не пустить руки, когда исчезает надежда, помогают родственникам пропавших волонтеры поискового отряда «Симуран». В организованную группу со своим координатором мазыряне объединились в марте этого года. Поиском потерявшихся в лесу грибников или, к примеру, сбежавших из дома подростков, активисты отряда занимаются на территории всего Полесья. Была создана группа ВК, размещены посты для желающих присоединиться, о наборе волонтеров. На данный момент в Мозырском отряде насчитывается около 30 волонтеров, которые занимаются поисками людей как на территории Мозырского района, так же Житковичский, Лельческий, Петриковский, Калинковичский и Хойникский район. Это так же все при взаимодействии с основным сгомельским отрядом и отрядом из города Жлобино. Затерявшиеся в лесах – одна из тех историй, которые в нашей местности повторяются завидной регулярностью. О том, что нужно брать в лес с собой заряженный телефон и не отпускать одних за ягодами-грибами детей, пожилых людей, много говорят и пишут, но всегда находятся те, кто уверен в своих силах, а по итогу ошибаются. Бывает такое, что что-то со здоровьем, может быть, даже элементарно споткнулся, вывихнул ногу и проблема выйти обратно. Человека нету, мобильная связь не везде ловит, а если ловит, то телефон имеет свойство разряжаться и родственники уже бьют тревогу. Ну, изначально, конечно, отряд работает только с ведомо милицией. После того, как в милицию поступают заявления, органы обращаются, если у них недостаточно ресурсов, обращаются к нашему руководству. И тогда уже принимается решение о сборе волонтеров, выезде на место поисков. Кстати, без вашего заявления в милицию волонтеры Симурана поиски начать не могут. Би тревогу, если пропал человек, нужно как можно раньше. Это увеличивает шансы найти пропавшего живым. Главная задача поисковиков – помочь милиционерам там, где это требуется. Кроме поисков на местности, они расклеивают ориентировки, подключают пользователи сети интернет, обзванивают больницы и морги. Главный принцип – ненавредим. Когда ты не состоишь в отряде, ты на самом деле даже не знаешь, сколько людей пропадает. Когда ты приходишь в отряд, ты видишь, сколько ориентировок, сколько звонков, сколько общей ситуаций, где нужна твоя помощь. Мне это все нравится, и мне нравится сам процесс поисков. То есть я в этом разбираюсь, я могу помочь. Я давно в этом. Поэтому, если есть поиски, я всегда готова ехать. День, ночь, зима, лето – без разницы совершенно. Спецодежду, топливо и оборудование ребята из Симурана покупают за свои деньги. Но, честно признаются, любые затраты окупаются, когда видишь счастливых родственников, уже отчаявшихся найти близкого человека. Набор волонтеров в отряд всегда открыт. Правда, писать в сообщения группы ВКонтакте рекомендуется лишь тем, кому исполнилось 18. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор ЦРУЛИК, Вячеслав Приписнов. Телеканал «Мозырь». Телеканал «Мозырь».